МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем этом поговорим сегодня с заместителем министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Александром Груниным. Александр Валентинович, здравствуйте. Итак, сколько все-таки в республике строят, увеличиваются ли планы по сравнению с прошлым годом, на сколько квадратных метров жилой фонд в республике увеличится? Здравствуйте. Чувашской республике приоритетным направлением работы правительства Чувашской республики является увеличение темпов строительства жилья. Так, на 2014 год в республике запланировано построить и ввести в эксплуатацию 857 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 103% к уровню 2013 года. А как вы думаете, с такими планами справимся, все-таки уложимся в сроки? Для достижения этих плановых показателей мы заключили со всеми главами районов и городских округов соглашение о сотрудничестве и намерениях. Эти планы все утверждены. Более того, у нас первый квартал уже прошел, и по результатам первого квартала статистика нам дает определенные цифры. То есть, по итогам первого квартала у нас в республике введено в эксплуатацию 57 тысяч квадратных метров, что составляет 103,6% к уровню аналогичного того года. А вот как обстоят дела с вводом жилья в Чуваши по сравнению, скажем, с другими регионами ПФО? Ну, главой республики поставлена приоритетная задача перед органами исполнительной власти Чувашской республики, в частности, Минстроя Чуваши, об увеличении темпов строительства. Как я уже сказал, по итогам 2013 года у нас в республике построена и введена в эксплуатацию 831 тысяч квадратных метров жилья. Это составляет 101,5% к уровню 2012 года. Основные объемы строительства у нас ведутся, конечно, в Чебоксарах. Так, за 2013 год в Чебоксарах построено и изданно в эксплуатацию 291 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 113% к уровню 2012 года. Так, скажем, на 2014 год уже план составляет 310 тысяч квадратных метров. Это составляет 107% к уровню 2013 года. Также хочется отметить, что республика уже который год подряд занимает лидирующее положение по такому показателю, как ввод жилья на одного жителя республики. По итогам 2013 года, значит, этот показатель у нас по республике составляет 0,67 квадратного метра на одного жителя республики. Для сравнения, аналогичный показатель, вот средний показатель по Привозовскому федеральному округу составляет 0,51 квадратного метра. Мы опередили такие республики, как Татарстан и Башкортостан. Интересно, а вот все-таки внутри региона, наверное, тоже есть какие-то свои лидеры, есть отстающие, да? А кто из районов лидирует? Ну, показатели по республике у нас неплохие. Хочется отметить лидеров, это, как ни странно, Шамуршинский район. Там показатель у нас такой, что на одного жителя района приходится более одного квадратного метра жилья. Также неплохие показатели по городу Канаш. Там показатель составляет 0,98 квадратного метра жилья. А вообще по республике у нас 15 районов и 2 городских округа имеют показатели выше среднего по республике. Но в то же время есть у нас и отстающие, скажем так. К ним относится Шумерлинский район. Здесь показатель составляет 0,43 квадратных метра на человека. Город Шумерли, там 0,3 квадратных метра на человека. И город Новочебоксарск, как ни странно. Там показатель 0,34 квадратного метра на одного человека. А все-таки кроме многоквартирных домов, да, я знаю, что строят индивидуальные дома. А это все-таки какая доля общей площади строительства? Ну вот, если взять последние года, можно увидеть такую тенденцию, что доля строительства индивидуальных жилых домов, она уменьшается, но зато растет доля многоквартирных жилых домов. Так, если взять опять же показатели за 2013 год, в республике на 9% построено индивидуальных жилых домов меньше, чем, скажем, за 2012 год. Но в то же время на 20% увеличилось строительство многоквартирных жилых домов. А если взять первый квартал, опять же вернуться к статистике, то вот из 57 тысяч квадратных метров, которые уже построены в первом квартале, значит, доля индивидуальных жилых домов составляет всего лишь 30%. А 70% это уже многоквартирные жилые дома. И хотелось бы все-таки прояснить, это хорошо или плохо, что, например, доля строительства индивидуального жилья уменьшается? Ну, это связано с тем, во-первых, что все-таки земли, которые находятся в черте города или в районах под индивидуальной жилищной строительство, они все-таки застраиваются, ну а количество земли-то не увеличивается. То есть многоквартирные дома, это как бы выход, да, все-таки из положения? Да, это как раз вариант комплексной застройки территорий. Хорошо, а теперь о жилье эконом-классе. Я знаю, что полномочный представитель президента ПФО Михаил Бабич к 2018 году поставил задачу перед регионами, чтобы жилье эконом-класс составляло 60% строительства. Вот в эти показатели укладываемся как-то? Ну, стратегической задачей правительства Чувашской республики, в частности Минстроя, стоит как раз увеличение темпов строительства. Я уже об этом говорил. В том числе и строительство благоустроенного, комфортного жилья, в том числе и строительство экономического класса жилья. Что такое жилье эконом-класса? В соответствии с приказом Минрегиона России к жилью эконом-класса относятся индивидуальные жилые дома высотой не более трех этажей, а также многоквартирные жилые дома, которые соответствуют определенным технико-экономическим показателям. Так, за 2013 год у нас в республике построено 362 тысячи квадратных метров жилья эконом-класса, что составляет порядка 44%. За 2014 год мы планируем, что у нас будет построено не менее 394 тысяч квадратных метров жилья, и это уже будет соответствовать 46% от общего года жилья. А на 2015 год мы планируем, что этот показатель будет соответствовать 50%. Все это происходит благодаря тому, что у нас в республике реализуется 56 проектов комплексной застройки территорий. Ну, основные объемы у нас находятся, конечно, в Чебоксарах. Это вы все прекрасно знаете. Это И-14 микрорайон в районе Ленты. За Лентой. За Лентой, да. Северо-западный район, это вот район Чегуу. Центр, юго-запад, район улицы Богдана Хмельницкого, Новый город. Также надеюсь, что в этом году начнется массовая застройка микрорайона Гремячева, где мы планируем, что вот как раз эконом-класса жилье будет составлять не менее 50%. А вот, извините, я правильно понимаю, что как раз жилье-эконом-класса, то есть его удешевление достигается за счет того, что, как вы говорили, комплексная застройка территории. Коммуникация, да? Да, 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 это совершенно верно. Также вот хочется мне отметить, что вот сейчас главами районов и городских округов ведется активная работа по формированию вот таких земельных участков для комплексной застройки. Поэтому я надеюсь, что все планы, которые мы планируем на 2014 и последующие года, будут выполнены, так как для этого есть и возможности все, и желания всех заинтересованных лиц. Спасибо большое. А я напоминаю, сегодня мы беседовали с заместителем министра архитектуры, строительства и жилищного коммунального хозяйства Александром Груниным. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин